Спасибо большое, уважаемый господин председатель, уважаемый главы делегации, коллеги. Прежде всего хочу поздравить всех присутствующих с 20-летним юбилеем Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы ШУС утвердилась в качестве значимой площадки взаимодействия по вопросам региональной безопасности и сотрудничества. Хочу также выразить благодарность президенту Таджикистана, многоуважаемому Эмамуали Рахмону за теплый премьем и организацию сегодняшней встречи. Наша встреча проходит в период, когда кардинальные изменения в Афганистане создали совершенно новую ситуацию в стране. Их характер оказывает значимое влияние не только на развитие в стране и в регионе, но и на обстановку и дальнейшее развитие событий в мире в целом. Мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане и вокруг него. Озвученные на начальном этапе заявления о завершении боевых действий, о всеобщей амнистии правительственным чиновникам, о намерениях по созданию коалиционно-инклюзивного правительства, соблюдении прав женщин в рамках исламской правовой системы и о стремлении скоренить наркопроизводство в стране было с оптимизмом воспринято мировым сообществом. Скорая и полная реализация таких мер способствовала бы установлению мира, порядка и стабильности в стране. Однако вынуждены констатировать, что на данном этапе эти намерения пока не находят конкретного отражения в предпринимаемых талибаном шагах. Уверены, что залогом долгосрочного урегулирования ситуации в Афганистане является справедливый политический процесс с вовлечением всех афганцев, представленную всех этнических и религиозных общин страны. Для этого крайне важно, чтобы все стороны проявили сдержанность и подтвердили готовность разрешить существенные разногласия исключительно путем диалога и переговоров. Как государство член ОТГБ хотели, чтобы по всему периметру зоны ответственности ОТГБ во всех регионах коллективной безопасности царили мир и спокойствие. Армения крайне заинтересована в эффективном сдерживании угрозы международного терроризма в регионе ОТГБ и ШОС. При отсутствии своевременной адекватной реакции он может привести к дальнейшей радикализации ситуации и проникновению террористических сетей в соседние страны и особенно в конфликтные зоны. Мы решительно осуждаем терроризм и экстремист во всех их формах и проявлениях. Особенно неприемлемым является использование отдельными странами террористических формирований для достижения определенно военно-политических целей. В этом связи призываем к более тесному диалогу и взаимодействию в первую очередь на уровне правоохранительных органов и специальных служб с целью обмена информацией и опытом, а также эффективного проведения совместных действий по нейтрореализации террористической угрозы в рамках существующих механизмов нашей организации. Благодарю за внимание.